Привет! Фотомикс на связи. В этом сравнении мы не будем пересказывать вам презентацию Apple, сравнивать все характеристики и фишки. Мы покажем вам реальную разницу данных часов, которую я заметил за время пользования ими. Стоит ли тратить хорошую сумму денег на ультра, или вы можете приобрести восьмую серию за меньшую стоимость? Фотомикс поможет вам решить этот вопрос. Поехали! Apple Watch Ultra или Series 8. Эти часы выглядят абсолютно по-разному снаружи, но вы можете быть удивлены, насколько они похожи внутри. Я считаю, что Apple Watch Ultra — это усовершенствованная восьмая серия с реальными различиями, связанными с временем автономной работы, дизайном и, конечно, ценой. Мы не можем начать это сравнение, не поговорив о буквальном камне в огороде Apple Watch Ultra. Они имеют только один вариант внешнего вида — 49-мм титановый корпус с плоским дисплеем. И тут просто нет способов обойти это. Разница только в цветах и типах ремешков. На выбор. Альпийская петля, Trail Loop и Ocean Band — один размер ремешка, который подходит для запястья от 130 до 200 миллиметров. На нашем сайте удобный каталог и фильтр, где вы можете быстро выбрать ремешок и его размер, а после наслаждаться использованием часов с подходящим ремешком. Если вы не знаете, какой размер ремешка вам подходит, то на сайте Apple можно распечатать специальную линейку, при помощи которой можно узнать ваш размер ремешка. Сам лист выглядит вот так, линейка, соответственно, вот так. Вы прикладываете ее к руке и измеряете нужную вам мельчину. Сами часы достаточно массивные. А массивные они из-за того, что предназначены для активных спортсменов с большой выносливостью, скаутеров, дайверов и для занятий на свежем воздухе. Но пусть сказанная мной информация не пугает вас, потому что я считаю, что вы можете рассматривать ультрам, даже если не занимаетесь спортом регулярно. В зависимости от вашего размера запястья, Apple Watch Ultra либо будут выглядеть и ощущаться великолепно, либо будут немного великоваты для вас. Мое запястье 157 миллиметров, поэтому оно относительно маленькое, но у меня не было проблем с ношением ультра. И на самом деле на запястье они выглядят намного легче, чем это может показаться, увидев их впервые. Но, опять же, мне нравятся большие часы, но я все еще не нахожу ультра удобными для отслеживания сна, даже после месяца ношения. Во-первых, из-за их массивности, к которой нужно привыкнуть, а во-вторых, из-за острых рамок. Если бы я действительно любил отслеживать свой сон, я бы, вероятно, выбрал серия S8. Просто потому, что у них изогнутый дисплей, который плавно спускается к корпусу. И уж куда приятнее свайпать по дисплею восьмой серии, чем по острым рамкам Apple Watch Ultra. Да, ультра громоздкий и брутальный. Их немалая толщина бросается в глаза, а резкие грани и отсутствие той скругленности, которая была характерна для прежних моделей, только усиливают чувство, что это устройство уже совсем другие Apple Watch. Поговорим про экран. Конечно, определенная преемственность у облика часов есть. Экран стал существенно больше, это сразу ощущается. Как ультра, так и серия S8 имеет сафировое стекло. Но благодаря плоскому дисплею и дополнительной защите с приподнятыми краями, ультра определенно более прочный выбор. Этот новый дизайн обусловлен мощной защитой от ударов, непогоды, падения в грязь или воду. Но, опять же, мое мнение таково. Дизайн восьмой серии куда приятнее, даже в эстетическом плане. В восьмой серии есть возможность выбора исполнения часов между алюминиевой или нержавеющей сталью. К сожалению, независимо от размера версии, часы из нержавеющей стали стоят дороже, чем алюминиевые. И если вы подумываете о том, чтобы купить 45-миллиметрового размера в варианте из нержавеющей стали, то эта восьмая версия всего на 50 долларов меньше, чем ультра. Так что в этой ситуации я бы определенно выбрал Apple Watch Ultra. Теперь давайте достанем надежные весы и сравним вес ультра с часами 45-миллиметровой восьмой серии. Ультра весит 61 грамм, восьмые почти 39. Соответственно, ультра тяжелее практически в два раза. И это то изменение, к которому нужно привыкнуть. Но надев, к примеру, ремешок из углеводородного волокна от часов какой-нибудь пятой, шестой или седьмой серии, вы сделаете эту композицию еще легче. А с улучшенной у ультравлагозащитой отлично сочетается в два раза увеличенный по яркости экран. 2000 нит против 1000 нит у восьмой серии. И это дает им огромное преимущество. Такой обновленный дисплей круто использовать в условиях пересеченной местности или в дикой природе. Включайте компас, ставите метку, все прекрасно видно, шик и блеск, как говорится. Но я думаю, что в реальных ситуациях, пока вы не находитесь в тех же условиях сильного ослепления, у вас не будет никаких проблем с просмотром изображения на часах восьмой серии. Текст очень разборчивый, независимо от того, какие часы вы выберете. И те, и другие автоматически адаптируют яркость экрана к окружающему освещению. В обоих часах встроен Always-On-Display, так что время или статистика тренировки всегда будут видны на вашем запястье. Ну и, конечно, вы можете увеличить или уменьшить размер шрифта, независимо от выбранного вами размера часов, что также может улучшить разборчивость. Но если вы сравниваете 41-миллиметровую восьмую серию с Ultra, разница в экране и размере выглядит просто как день и ночь. Следующий вопрос, который вы можете задать. Действительно ли у Apple Watch Ultra экран намного больше по сравнению с 45-миллиметровой восьмой серией? Что ж, не совсем. С практической точки зрения сейчас он физически на волосок больше, что, на мой взгляд, в целом не имеет большого значения. Но я считаю, что плоский экран Ultra создает небольшую оптическую иллюзию, и он кажется больше, особенно при чтении текста на запястье. Еще одна вещь, о которой мы должны поговорить у Apple Watch Ultra, это большая оранжевая кнопка сбоку, которая сразу отличает эти часы от остальных. Мне лично очень нравится эта кнопка действия, просто потому что вы можете запрограммировать ее на запуск любого количества задач. Вы можете быстро запустить свой любимый тип тренировки, выбранную вами на карте метку и даже приложение фонарик. Все это изменяется программно. Но больше всего мне нравится использовать кнопку действия для запуска ярлыка. Объясню. По сути, это быстрый способ получить доступ к любимой функции или задачам в приложении, где бы вы ни находились. Но в восьмой серии не все потеряно. Если вам нравятся ярлыки, вы можете настроить все эти усложнения на циферблате часов. Просто это не так круто, как наличие физической кнопки, которую вы можете нажать даже не глядя на экран. Стой. Ты смотришь этот обзор без подписки? Ай-яй-яй. Скорее подписывайся и будь в курсе всех обзоров от Photomix. Подписался? Полетели дальше. Погружаясь в функции этих умных часов, стоит напомнить, что Apple Watch работает корректно только с iPhone. Напомню, на всякий случай. Получив, к примеру, Apple Watch восьмой серии, вы получаете идентичный выбор циферблатов, что и на Ultra. То же самое касается и приложений. Единственное исключение, у Ultra есть эксклюзивный циферблат под названием Wayfinder, в котором есть место для восьми усложнений. Ну, это циферблат на любителя. Каждые часы имеют полноразмерную QWERTY-клавиатуру и функцию голосового ввода текста. Если вас не устраивают такие функции ввода, то ваши часы по-прежнему отправят запрос на написание текста через телефон. А что касается звонков, то обе модели могут делать это без проблем. И это очень и очень удобно. Да, и честно, мне намного удобнее разговаривать по часам, чем по телефону. Раз и поднял. Да, я вас слушаю. В Ultra есть встроенная функция eSIM. Это там по умолчанию. Но вам нужно заплатить чуть-чуть больше, если вы хотите иметь данную функцию в Series 8. К сожалению, в странах СНГ данная функция в часах не работает. И еще одна важная заметка. Apple Watch – это один из немногих гаджетов от Apple, на которых нельзя откатиться на старую версию прошивки. Для использования часов с прошивкой WatchOS 9 вам понадобится iPhone с установленной на него iOS 16. Эти часы также очень похожи с точки зрения датчиков и отслеживания состояния здоровья. Теперь у каждого из них есть датчик для отслеживания вашей температуры. Датчик просто суперский, позволяющий отслеживать колебания вашей температуры, когда вы спите. И вот маленькая подсказка. Каждый, кто носит эти часы, может видеть показания ваших температурных данных в меню настроек после пробуждения от сна или просто осветить их в течение дня. В обоих моделях тот же датчик кислорода в крови и приложение для электрокардиограммы, а также возможность выдавать вам предупреждение о высокой и низкой частоте сердечных сокращений и нерегулярном сердечном ритме. И краткое примечание к самому датчику частоты сердечных сокращений. Он также абсолютно одинаковый на двух часах. И если вы ищете наилучшую точность измерения частоты сердечных сокращений во время тренировок, что ж, хорошая новость в том, что Apple Watch и так превосходны в этом деле. Когда речь заходит о функциях отслеживания фитнеса, то эти часы просто идентичны. Разница незаметна совсем. Для отслеживания своих тренировок вы можете загрузить сторонние приложения, такие как Strava или Necron Club. Или вы все так же можете отслеживать свой прогресс с помощью кольцевой системы. А вот любителей активного отдыха взволнует обновленное приложение Compass на версии WatchOS 9. Он содержит две новые функции, Waypoints и Backtrack, которые улучшают игру для тех, кто любит путешествовать по бездорожью. Напомним, что функция обнаружения падения, удара и аварийной ситуации также имеется. Итак, вы спросите. Данила, черт возьми, не понимаю, чем отличаются эти два устройства? И что ж, я отвечу. Ultra поставляется с пользовательским приложением глубины, которого вы не найдете в Series 8 и в других часах от компании Apple. Приложение глубина – это новое приложение для дайверов и людей, любящих плавать. Это приложение дает вам информацию о вашей глубине под водой, а также о таких вещах, как температура воды. В часах Ultra можно погружаться на расстояние до 100 метров. В Apple Watch 8 серии сможете только на 50. Ultra оснастили сиреной на 86 дБ, которую слышно на расстоянии до 190 метров. Звук убойный. Функция сирены поможет оповестить людей, находящихся поблизости. Если ситуация вышла из-под контроля, нажмите и удерживайте боковую кнопку. Затем смахните бегунок сирена вправо, чтобы воспроизвести звук сирены. Все, что нужно знать про GPS, так это то, что Ultra определенно более точное в отслеживании расстояния. Они гораздо лучше работают в застроенных районах города, в лесу и в горах. Apple Watch Ultra превосходит Series 8 по общему времени автономной работы, независимо от того, как вы используете данные часы. Это просто потому, что батарея в два раза объемнее, чем у 8 серии. И несмотря на более яркий экран, двухдиапазонный GPS и все остальные функции, которые съедают заряд, вы можете позволить себе не заряжать их двам, а иногда и более дней. Сейчас это может показаться не таким и большим успехом, но учитывая, что у Series 8 такое же время автономной работы, как и у предыдущих Apple Watch, то это означает, что вам нужно заряжать их каждый день. И они рассчитаны примерно на 18 часов работы. Поэтому при режиме Always On Display, двухчасовой тренировки по GPS, отслеживанию сна и регулярных уведомлениях с вашего телефона ожидайте от полутора до двух полных дней работы ультра без подзарядки. Восьмых это примерно от 18 до 20 часов. И технически вы можете получить полный день работы этих часов. Конечно, если вы выключите их на ночь или не наденете их перед сном. В обоих часах есть режим низкого энергопотребления, который требует меньше показаний GPS и частоты сердечных сокращений, что соответственно уменьшит скорость разряда аккумулятора. А у ультра вдобавок есть режим оптимизации заряда батареи. При включении этого режима Apple Watch могут остановить зарядку на отметке 80% до момента, пока вы снова не начнете ими пользоваться. Оба устройства также поддерживают быструю беспроводную зарядку. При условии, если у вас есть 18-ваттный или более мощный адаптер. Но, увы, вы не можете получить его в коробке, потому что Apple заботится об экологии, но не о наших деньгах. Ну что же, теперь вы знаете почти все о том, какие различия есть у этих моделей. И на вопрос, какие часы выбрать, я отвечу, что для меня это не будет тяжелым выбором. Я не могу пройти мимо Apple Watch Ultra по многим функциям, о которых я упоминал в этом видео. Но в основном это такие вещи, как более длительное время автономной работы, яркий экран, кнопка действия, которую я действительно люблю. Да, это грана побольше, не откажусь. Если они подходят вашему запястью и соответствуют вашему бюджету, я действительно думаю, что Ultra будут отличным вариантом, ведь пользоваться ими гораздо интереснее. Но, по сути, это Apple Watch Series 8, просто в другой обертке. Поэтому, если вы не возражаете заряжать свои часы немного чаще, то давайте будем честны, вы получаете большинство тех же функций за гораздо меньшие деньги. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. И если это так, пожалуйста, дайте об этом знать. Поставьте большой палец вверх, обязательно подпишитесь и задайте вопросы о данных часах в комментариях. Больше сравнений и обзоров смотрите на нашем канале Фотомикс. Увидимся в следующем видео. До скорого. Фотомик. 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 Фотомик.